Друзья мои, добрый день! 3 марта, Ленинградская область. Сегодня буду переносить сладкие и острые перцы от 3 числа сюда, на веранду, здесь попрохладнее. И придется освобождать не острые перцы, которые сеяла в конце декабря. Буду убирать на стеллажи, и там будет их уже рассмотреть не так хорошо, как это можно сделать сейчас. Ну, уже процесс весь закончен, все это я показывала, есть плейлист обрезка острого перца. Поэтому сейчас подведем кое-какие итоги, ну и, наверное, все на этом. Потом мы встретимся с ними уже, когда будем высаживать в теплицу. Что хочу сказать, да, с этими лампами Марс Гидра, конечно, можно сажать попозже. Особенно некоторые, сейчас тоже покажу, уже зацветают там. Вот, но с этим вопросом можно будет сесть, конечно, и там и отрегулировать уже. Перед вами метелочка или Санта-Кохот Азиан. Ну, мы по-простому так ее назвали. Она такими вырастает метелочками верхние, несколько острых перцев. Очень красивое растение, можно высаживать его в горшке. И, как можете видеть, с этой стороны, значит, был обрезан, с этой стороны, соответственно, нет. Ну, вот, выглядят они вот так вот на сегодняшний день. Если для горшка можно, так сказать, ну, для кашпо, для какого-то большего. У меня росли они в 30-литровых, по-моему. Вот, то, конечно же, вот этот вариант справа гораздо интереснее. Что я здесь обрежу сейчас еще вот эти старые листья, вот уже с пятнами, они уже не нужны. Вот, ну, эти пусть еще будут. Потом отрегулировать количество пасынков. И вот такая вот, короче, получается прелесть. Вот она. С этим что делать? Ну, в общем, вот вид, оно имеет вот такой не очень привлекательный. И я, конечно же, уже вот здесь вот появились вот так вот бутончики в большом количестве, потому что он метелочкой растет. Вот у нас и получится одна метелка на ножке высоко. Ну, что, собственно говоря, я не хочу такого, поэтому я вот сделаю вот так вот. Все. С этим уже ничего не сделать, потому что тут уже, вот я говорю, что эти бутоны. Вот, а это теперь пойдет. И, соответственно, буду его тоже уже формировать именно так, как этот. Ну, вот, вот так вот. Так, следующий. Следующий у нас колокольчик. Выглядит вот таким образом. Две штучки у меня их. Да, растет он очень медленно. Вот, поэтому его, конечно, нужно сажать пораньше. Оно выглядит тоже нормально, все хорошо. Листья я уже старые обрезала. Сейчас я обрежу. Стоит он здесь. И без, ну, лампы такие слабенькие. Это тоже нам уже не нужно, эти старые листья. Все, там череночки отпадают сами. Вот, 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 вот такой у нас колокольчик. Кто выращивает, можете сравнить. Получается вот таким образом. И теперь пусть наращивает массу. Если что, верхняя тоже будет сильно активно тянуться один. Я его тоже прищипну. Пойдут и здесь пасынки. Ну, в общем, я считаю, что тут тоже все нормально. Кстати, вся Эдема, ну, кто выращивает, знает. Он очень подвержен Эдеме. Все-таки здесь даже есть немножко поливы. Конечно, минимальные. Ну, вот, здесь уже все гораздо лучше выглядит. Следующий. Лимон дроп и жгучий блондин. Вот это жгучий блондин. Вот такой вот. Они такие более активно растут. Можно их даже попозже высаживать. Вот, значит, что здесь. Я еще прищипнула три пасынка. Вот этих самых-самых таких. Ну, остальное пока не трогаю. Так, это лимон дроп. Он тоже очень сильно кустится. Ну, вот, пусть у нас кустится здесь, в рассаде, а не там потом уже высоко и в теплице где-то или уже в открытом грунте. Здесь я тоже такие особо рьяные, по-моему, да, прищипнула. Прищипнула. Ну, все. Вот такая вот красота получается. Дальше. Рилли лузи. Вот такой вот. С ним я ничего не делала. Он уже зацветает. Ему нужен небольшой объем. Вот такие сиреневые цветочки. Вот такое красивое растение. Потом будут черные плодики. Потом они покраснеют. Все будет усыпано. Ну, вот. Вот уже такой красавчик. Прям приятно смотреть на него. Так. И хочу еще показать два перца острых домашних. Это фокста. Значит, что я тут делала? Вот здесь вот я убрала коронный цветок. Вот здесь вот убрала. Здесь я ничего не стала убирать. Здесь их было три коронных цветка. Один уже завязался. Еще один второй цветет. И один он сбросил. Но я вам хочу показать результат. Вы знаете, вот. То есть все говорят, нужно убирать коронный цветок. Я его убираю только в том случае, если он будет мешать росту следующих веток. Абсолютно все одинаково. В один день были посеяны. Были, подкармливались одним. Ну, естественно, что одинаково. Здесь не убран коронный цветок. Здесь убран коронный цветок. Он даже вот этот красивее, разлапистый такой этот тянется. Ну, вот тоже интересное наблюдение. Это бакатум сладкий. Ну, очень медленно растет. Тоже от конца декабря. Вот. И подкармливала я его уже, значит, с азотом удобрением. С большим. Но, естественно, что обрезала. Был бы вот такая палка. И все на этом. Ну, вот здесь вот начинают расти все-таки пасынки. Вот. Ну, вот у него 200 дней до сбора урожая. Конечно, конец декабря. В общем, ну, нормально. Все. Все. Пусть стоит пока. Растет. Там видно будет. Но процесс идет. Процесс идет очень медленно. Так. И вот это у нас острые перцы Big Red Mama. Вот. Они уже все зацветают. Вот так вот. Бутоны. Уже развилочка пошла. Конечно, с ними рановато. Можно было и попозже. Но перекинем в двухлитровый горшок. У них будем кормить активно. У них, у перцев, небольшая корневая система. Так что вот пока все нормально. Вот. Красивый. Вот такой компактный. Мне очень нравится. Вот. Это Big Red Mama. Это у нас Habanero Red Salon. Тут вообще вот уже вот такие вот ветки. Ну, тоже в двухлитровый горшок сделаю. Вот. Выглядят они вот так вот. Хочу сказать, видимо, это особенность. Листья такие. Растение здоровое. Зацветает. Посмотрим. Будет сбрасывать перчики. Очень интересно. Еще будем наблюдать, видимо. Так. И что у нас еще? Сейчас еще у нас конго-шоколад. Он поменьше. Вот тоже. Ну, тоже уже пошла развилочка. Вот они такие миниатюрные. Я думаю, их можно выращивать в горшках до 20 литров. Ну, первый год выращиваю. Поэтому посмотрим. Так. И покажу сейчас еще один Habanero. Значит, где-то тетрадка. Habanero Habanado. Вот он вот, знаете, такой вот странный выдал тот самый. Вот столько вот пасынков. Ну, и... Ой, лесть. Ничего страшного. И я, короче, его все-таки прищипнула. Ну, вот посмотрим, что будет. Но на вид он как бы не так, как вот остальные такие высокорослые там с развилкой. Но у меня их два. Вот этот тоже взошел. Я его оставила. Ну, здесь ничего не буду делать. Ну, тоже вот маленькие идут вот так вот пасынки уже. Ну, в общем, все посмотрим. Все это убираю на стеллаже. Сейчас буду выносить сюда перцы сладкие, перцы острые. Вот. Перекидывать их в больший объем. И, скорее всего, дней через 10 будем прищипывать сладкие высокорослые перцы. Друзья мои, всем хорошей рассады. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...